МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители. Геннадий Юрьевич, начнем мы с того, что, если я не ошибаюсь, в этом году контрольно-счетная палата отмечает 10 лет с момента своего основания. Это правда? Да, действительно. Так получилось, что 10 лет назад, в конце июня месяца, городское собрание приняло решение о том, что в городе создать отдельный орган местного самоправления контрольно-счетную палату, орган внешнего финансового контроля. И в том же году, через некоторое время, собственно говоря, она и заработала эту палату. И нам 10 лет исполняется. И так получилось, что 10 лет как раз. И вы все 10 лет бессменно возглавляете контрольно-счетную палату? Да, так получилось, было доверие депутатов. Напомню, что председатель избирается на 5 лет. И, соответственно, дважды депутаты доверяли мне возглавить контрольно-счетную палату. Понятно. А какие основные функции контрольно-счетной палаты в Обманске? Ну, знаете, вообще говоря о много разных и сложных, может, на каком-то сложном языке говорить, я скажу очень просто. В городе есть бюджет. Задача контрольно-счетной палаты – контролировать исполнение бюджета. То есть расходование тех средств, которые в бюджет поступают. В бюджет также поступают доходы. Все ли доходы поступают? Правильно ли они посчитаны? Как они запланированы? Это вот все в рамках работы контрольно-счетной палаты с бюджетным процессом. Второе большое направление – это имущество муниципальное. Муниципалитету принадлежит имуществу. Все это имущество и тех наших учреждений, которые есть, которым в пользовании учреждений или в оперативном управлении. Все это имущество, которое есть, в том числе и дороги, контроль за его использованием, за эффективностью использования этого имущества осуществляет тоже контрольно-счетная палата. Ну и еще такой большой кусок – это закон о закупках, это закупки, как проходят закупки, то есть как деньги, которые из бюджета выделяются на те или иные проекты, как они проводятся процедуры закупок и, собственно говоря, какое их имущество появляется у нас. Вот, собственно говоря, этим, если общими словами, занимается контрольно-счетная палата, а так, чтобы было понятно, вот за 10 лет все муниципальные предприятия мы проверили дважды. Один раз мы выходим на проверку, второй раз на повторную проверку, как исправлены через год те или иные недостатки, нарушения, замечания. Потому что принцип работы палаты не только в том, что выявить нарушение, и, соответственно, потом будут наказаны виновные. Мы этим не занимаемся. К эксперту мы говорим, что какие проблемы есть и как их устранить. Задача, чтобы больше этих нарушений не было. И, соответственно, самый лучший результат, когда ты приходишь на повторную проверку, а там уже этих нарушений нет, они исправлены и уже не повторяются. Ну и скажу, что за 10 лет очень серьезно все и потянулись, и вообще в Обнинске очень грамотные специалисты. Хотел как раз спросить, работа контрольно-счетная палата 10 лет назад и сегодня, да, то есть что изменилось, что поменялось? Ну, конечно, профессионализм, да, вот сотрудников палаты очень высокий, да, постоянная учеба. И, понимаете, когда, допустим, учреждения, предприятия, люди выполняют вот конкретно все время свои обязательства, порой не хватает возможности уследить за изменением законодательства. Какие-то еще вещи, проблемы, специалисты контрольно-счетной палаты, они постоянно находятся в новом законодательстве, в новых методиках, в новых взглядах. Мы все время работаем, то есть у нас задача такая, все время знать по возможности все по теме той или иной проверки. И, соответственно, по результатам проверки очень часто появляются еще специальные, так называемые, информационные письма, в которых мы рекомендуем, как сделать, как наладить систему. Ну, а что касается результатов, вот в прошлом году на заседании Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области нам вручили диплом как лучшей палате контрольно-счетной Калужской области. Здорово, поздравляю вас. Спасибо. Ну, еще раз затрудним цифру 10 лет, да, будет ли как-то отмечаться эта дата? Ну, в данных условиях, конечно, никаких особых отмечаний не планируется. Безусловно, что мы поздравим наших старейших сотрудников, потому что все организации, все держатся на специалистах, на тех, кто долго проработал. Вообще говоря, это период абсолютно рабочий, мы не прекращали свою работу и сейчас, вот в это время. Какие-то проверки, безусловно, были приостановлены, чтобы, с одной стороны, не беспокоить наши проверяемые организации, кто-то не работает, да, вот часть учреждений. А с другой стороны, сейчас больше сосредоточились мы на мониторинге, например, реализации тех же национальных проектов. Их никто не отменял. Их никто не отменял, да, у нас проекты. Поэтому мониторинг мы ведем постоянно. Понятно. Ну, давайте обратимся к следующему вопросу, к бюджету. Бюджет этого года верстался в нормальных условиях, а исполнять его приходится в условиях нынешнего кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Как могут отразиться ограничения для субъектов экономики на расходных статьях городского бюджета? Ну, пожалуй, самый сейчас главный вопрос. Ведь бюджет прошлого года, а исполнение бюджета, вот рассматривалось городским собранием прошлого года, и Которая счетная палата готовила, соответственно, свой анализ, экспертизу, как был исполнен бюджет. Я думаю, что без всякого преувеличения можно назвать одним из лучших бюджетов прошлого года, который был. И по финансовым показателям, по доходным частям, по доходам, по видам направлениях расходов. И когда мы отчеты представляли собранию, в это время уже, то есть мы говорили про прошлый год, в это время уже началась проблема с коронавирусом. И было очень двойственное такое вот ощущение. Ну, судите сами. С одной стороны, как я говорю, очень хорошие результаты прошлого года. Ну, реально, если брать в качестве реперных эти 10 лет, это наиболее успешное было в городе с точки зрения финансов. И при этом на 2020 год, а проект бюджета мы тоже рассматривали до этого, на 2020 год заложены очень серьезные также суммы. Там существенный рывок. Я напомню, что по у нас проектам Обниск получит более 2,7 миллиарда рублей. То есть мы получаем деньги, очень большие деньги. Такие суммы мы, пожалуй, не получали. Да, это сумма и больше, чем вся наукоградовская программа за все эти годы. Это сумма на реализацию у нас национальных проектов. С другой стороны, да, мы чувствуем, что возникают проблемы с... Ну, какие-то части экономики, она не работала, то есть поступления уменьшаются. И, соответственно, мы в такой вот вилке. С одной стороны, у нас очень хороший задел, и мы понимаем, что через некоторое время, да, собственно, и сейчас тоже, идет развитие. То есть никто не отказывается от развития Обнинска, и для этого совершенно четкие есть планы и программы. С другой стороны, сейчас нужно принимать, и принимают депутаты городского собрания, принимали, рассматривали вопросы, каким образом минимизировать потери бюджета вот сейчас. И каким образом будут минимизированы потери? Есть какие-то... Интересный пример приведу. Депутаты городского собрания была создана рабочая группа, а мы, как бы, участвуем в этом процессе, потому что мы, в том числе, даем заключение на те или иные предложения, связанные с финансами. Подготовили предложение по поддержке малого и среднего предпринимательства, определенные льготы, более того, были подготовлены и льготы, связанные с поступлением в ваш бюджет, и рассматривали законодательные определенные инициативы. И вот уже было готово, уже городское собрание официальное собирается, и там этот вопрос не рассматривали только по одной причине, что вот уже федерация принимает практически те же самые меры. Это говорит о том, что, да, можно гордо сказать, наши начали раньше, но на самом деле вот этот вот набор механизмов, которые на федеральном уровне, конечно, более значим, чем на местном. Мы ограничены, собственно, у нас это поступают в бюджет, ну, основные поступления, это единый налог на вмен доход, это НДФЛ, это налог на зарплату, скажем так, доходный налог, как раньше называлось, это земля, имущество, то есть достаточно небольшой инструментарий, но даже в этой ситуации город рассматривает, чем и как можно помочь нашим предпринимателям, в том числе и на областном уровне. Ряд поправок в законе приняты именно на областном уровне. Да, это потери в бюджете или отсрочка этих платежей. Но еще раз подчеркиваю, уникальная ситуация и города, и Калужской области, что у нас очень хороший задел, у нас действительно есть перспективы. Ну, если хотите, действительно, мы сейчас как болеем, вот нужно переболеть, но от этого мы слабее не ставим. Стоим очень сильнее. Ну, это уже зависит в том числе и от нас. Понятно. Геннадий Юрьевич, ну вот, как мы говорили, что реализация нацпроектов в городе не приостанавливалась ни на день. Есть ли уверенность, что город все-таки справится с поставленными задачами по нацпроектам? Нацпроекты реализовывались в прошлом году. И мы проводили анализ их реализации. Уже тогда, собственно говоря, были отработаны все, ну, как говорят казенными словами, механизмы реализации всех этих программ. Давайте, на самом деле, вот по земле садики сданы были в срок, 17-я школа построена и оборудована в срок, дороги в рамках программы благоустройства дорог сделаны, отремонтированы в срок. И масса вот еще небольших, скажем, таких вот проектов, которые все были реализованы. То есть у нас реализация была очень и очень неплохая. Может быть, в связи с этим обмиску и дали достаточно большую сумму на 20-й год. Ведь учитывается всегда, как люди выполняют, как они справляются с этими задачами. И, ну, собственно говоря, авторитет города, да. Конечно, у города есть авторитет, и поэтому, может, ему и такое внимание. Но там, где много внимания, там большая ответственность. Ответственность. Здесь, в том числе, для этого контрольная счетная палата, чтобы это все и деньги тратились на предназначенные цели. И все это происходило в срок. Должны быть видны. Все результаты должны быть видны людям. Не в словах, как механизм реализации или что-то еще. Они должны быть конкретны. Мы вышли, вот на результат. Когда мы говорим, что она действительно идет, и снова слово «развитие». Понятно. В этом году отметили 20-летие с момента подписания указа президента создания в Обминске первого Наукограда. Каковы дальнейшие перспективы города в реализации программы Наукограда? Ну, знаете, вот с программой Наукограда действительно связаны, для меня лично, самые теплые воспоминания. Потому что в свое время, когда программу ее принимали, когда ее рассматривали еще на правительственной комиссии, мне выпала честь тоже участвовать. Я был тогда как раз председателем городского собрания. Кстати, программу подписывали два раза. Такой был уникальный случай. Владимир Владимирович подписывал Путин ее два раза. Первый раз он подписывал как председатель правительства и направил президенту. Он стал президентом, и, собственно говоря, его указ уже с 2000 года был, вот его подпись стоит второй раз на этой программе. Программа тогда зарождалась, если вспомнить это время, в очень непростых условиях. Это конец 90-х. Это практически приостановка федерального финансирования или очень значительное сокращение наших федеральных институтов. По сути, город полностью финансировался из федерации. И вот вдруг меняется все, нет финансов, нет что делать дальше, возник вопрос. И вот тогда, еще в те годы, возникла идея, и в том числе среди знаменитой истории 30 лет назад, когда собиралась деловая игра, время ученых, которые организовывал Геннадий Иванович Скляр, вот там появлялись эти идеи, идеи наукограда. Затем она была воплощена в программу и действительно он стал первым наукоградом. В какие годы? Но, получив эту возможность для развития, некую программу и некий план, ну, кроме того, естественно, финансовую реализацию этого, мы получили, по сути дела, на 20 лет, на сегодняшний день 20 лет, на 20 лет мы видим целую эпоху, целый вот, мы получили новый статус. Здесь возникли идеи, вот, кстати, вот ростки тех экономических идей, и их отработали в Обниске, которые потом стали называть экономическим чудом калужским. Потому что первый индустриальный парк, технопарк у нас назывался, возник здесь, промышленная площадка, первые бизнес-инкубаторы, первая инфраструктура инновационного развития начала складываться здесь. Тогда эти слова были незнакомы. И сейчас снова возникает новый запрос. Что же нам делать дальше? Каким образом развиваться Обниск? Дело в том, что, в целом, еще раз повторюсь, что заложен очень хороший фундамент в Курской области и инновационного развития, и развития промышленного, производственного. И ни на секунду эта работа не останавливается. Еще раз говорю, несмотря на все проблемы, ни на секунду не останавливается. Но вот буквально на днях исполняющий обязанности губернатора Каузской области Шапша подписал соглашение. Два крупнейших производства. Тысячу рабочих мест, инвестиции 10 миллиардов и 20 миллиардов. Наверное, кто-то знаком с ним, кто-то слышал об этом. И сейчас заключаются контракты, несмотря на эти тяжелые условия. То есть, те самые индустриальные парки. У нас 12 индустриальных парков в Калужской области. У нас 11 отраслевых кластеров. У нас две особоэкономические зоны. Одна территория особоэкономического развития. То есть, вот это все у нас есть, на чем дальше опять же нам развиваться. Но каково место теперь Обнинска? И Обнинск, с одной стороны, сохраняя свое лицо как столицу инновационного развития, если хотите, давайте так замахнемся. Почему нет? Как атомную столицу России. Как вот сейчас мы начали говорить, вот такой вот замах на атомную столицу. Но на самом деле у нас возникают очень интересные перспективы. Совершенно нового качества. Это создание инновационного научно-технического центра. То, что называется технологической долиной. Ну, у нас он называется парк атомных и медицинских технологий. Но, по сути, мы говорим о том, что о тех же долинах, как ремниевая долина. О тех же подходах к привлечению инновационного продукта и создания новых технологий, отработки этих новых технологий, доведения их до производства, как какие-то были попытки, вот это вот в Сколково, как реализация в Сколково. Мы, по сути, получаем совершенно новое качество излучания Обнинска. У нас есть шанс, у нас появляется шанс снова стать первыми в продвижении вот этих программ, в создании этих центров. Ведь центр – это не программа. Знаете, говорят, вот программа, вы там пишите программы, Наукоград был программой. Но результаты мы видим. Если бы его не было, Обнинс был бы совершенно другим. Это был наш шанс тогда. Теперь здесь тоже речь не о программе. Центр уже поддержан в профильных министерствах правительства. И сейчас вот мы ждем, что будет принято решение уже окончательно о его создании. Значит, возникает вопрос о том, чтобы оформулировали новые стратегии развития Обнинска. Новые элементы появляются. Значит, речь о новой программе, о новой стратегии. То есть мы сейчас в это тяжелое время, и этому посвящен был целый ряд круглых столов, встреч с руководителями предприятий, говорим о том, куда нам и как вместе двинуться. И снова и снова встает вопрос, как нам собрать все ресурсы тех же наших производственных предприятий, научно-производственных объединений, для того, чтобы Обнинск двинулся дальше, в новом качестве. Чтобы через 20 лет снова получить новый результат. Надо оглянуться и сказать, что вот смотрите, как сработала эта программа. Ну, мы сейчас говорим о брендинге города. Вот мы говорили о том, что первый город России, атомная столица, это брендинг. Для чего важен этот процесс? Ну, брендинг – это одна из частей, это, если хотите, четко обозначенные смыслы. Как вы, как я, как жители воспринимают Обнинск. Что есть Обнинск для каждого из нас? Ну, вот что? Ну, вышка, да, там, Гурьянский лес для кого-то. Для кого-то там какое-то тепло вот этих вот закатов над протвой. Что такое Обнинск, как он выглядит, а как его воспринимают за рубежом, а как воспринимают наши партнеры. То есть, мы начинаем спрашивать себя, а что есть Обнинск, каков он сложился? И ответ на ваш вопрос тоже еще. Чем он отличается от того Обнинска, которым он был 20 лет назад? И, соответственно, какому ему быть дальше? Вот брендинг, пожалуй, это разговор об этом. Где масса мнений, где масса представлений. Но как только мы все нащупаем, да, вот эту вот визуализацию этого образа, когда каждый, посмотрев на вот, да, действительно, Обнинск, ну да, это вот, да, 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 это мой, вот это я вот так его воспринимаю, это он. Вот тогда возникает нечто очень-очень-очень необычное и очень важное. Но я все время заостряю внимание и говорю о другом, о том, о развитии города. Что бы ни происходило, мы должны думать и закладывать перспективы этого развития. Потому что, если нет плана, если мы не видим, куда мы идем, если нет образа цели, мы будем только тактическую работу выполнять. У нас сейчас очень серьезный вызов. Мы не просто должны выйти из этой болезни. Знаете, как для человека. Не только нужно выздороветь, но и заняться потом спортом, да. Так и здесь. Мы должны еще дальше наращивать свои экономические и, в том числе, вот, если хотите, политические, вес, в том числе в международном сообществе, что дает шансы, вот новые наши, новые наши проекты, которые возникают в городе. Понятно. Геннадий Юрьевич, ну, вот, завтра страна отмечает День России. Давайте поговорим, что будет в Угнинске. Ну, в Угнинске, к сожалению, в этот раз все-таки ограниченная возможность отмечать праздник. Но, вместе с тем, он всегда рождает некий такой творческий подход. Потому что, ну, смотрите сами, потрясающая акция, да, 12 часов, каждый из нас сможет спеть гимн России. Но мы-то поем, ну, как поем, ну, каждый профессионал в своем деле. Вот мы там в финансах и в экономике, а наши профессиональные, наши выдающиеся певцы, Лидия Музалева, Милюков, коллективы наших клубов, они будут петь. Они будут петь на улице, они будут петь возле Дворца культуры, будут петь возле музыкальной школы, во дворах. То есть, мы все равно имеем возможность высказать свое отношение к этому празднику, ну, и поздравить друг друга. И, вот знаете, я все равно, для меня вот экономика и, может быть, всегда на первом еще месте, я когда, вот мы начали говорить, что впереди. Если сформулировать три основных направления, на которых нужно сосредоточиться, да, вот, то, что сейчас обсуждается и в экономическом сообществе, это, конечно же, здоровье людей, это, конечно же, экономика и открытость и понимание действий власти. Так вот, на первом месте здоровье, безусловно, здоровье, мы все поняли, оно всегда на первом месте. Но как-то стало, видимо, забываться, приелось, здоровы были, все хорошо. А сейчас это действительно подвиг, подвиг врачей на наших глазах происходит. И не случайно сегодня, вот в этот день, накануне Дня России, флаг на нашей вышке, на Федоровской вышке, был поднят нашими врачами. Пахоменко Константин Валентинович, Сергея Валентиновича, да, как всегда, традиционно, руководитель наших ветеранов Капустин. Но вот сегодня, наверное, герой, если вот образ говорить о героях, это, безусловно, врачи. И вот сегодня они так символично подняли этот флаг. И думаю, что когда мы будем поздравлять друг друга, я думаю, что нужно поздравить в том числе всех наших врачей и поблагодарить их за то, что они делают на своем рабочем месте для всех нас. А мы на своих рабочих местах будем стараться для них. Понятно. Ну, мы сегодня еще в конце нашей программы обязательно поздравим наших телезрителей. Еще один вопрос, такой предфинальный, скажем, да, приближается к голосованию по Конституции. Наверное, вы как никто другой можете нам рассказать, как оно будет организовано в Уминске. Ну, знаете, говоря о голосовании по Конституции, надо сказать, что эту тему уже мы начали обсуждать. И если вы помните, ставилось в точке кипения очень большое обсуждение. Где вы были модератором? Где я тоже принимал участие, да, как модератор. С участием и депутата Госдумы Скляра Геннадия Ивановича, и законодательного собрания комиссара, и Андрея Сотникова. То есть собрались люди, и мы там обсуждали разные взгляды, разные подходы, почему это важно, голосование Конституции, что меняется. Зал, полный зал, и это было, это точка кипения, там по-другому невозможно. Там возникает дискуссия, там возникает разговор, открытый прямой. То есть это достаточно уже, мы двигаемся в этом направлении, да, это разговор, мы должны это обсуждать, и мы это обсуждали. Само же голосование сейчас пройдет, как известно, в течение недели с 25 по 1 июля. Процедура сейчас, она будет всех ознакомить, как раз готовятся основные моменты по проведению, потому что самое главное, вот мы сказали сегодня, что ключевое слово это здоровье. Значит, все, самое главное и самое серьезное отношение, конечно же, это здоровье, чтобы ограничить вот эту возможность передачи коронавируса. Второе, безусловно, соблюдение тех всех правил, которые и законодательство на голосовании. Ну и третье, пользуясь случаем, конечно, я приглашаю всех прийти и отдать свой голос в поддержку Конституции. Безусловно, это уникальная ситуация, потому что, вы помните, что в нашей действующей Конституции записано понятие социального государства. Кстати, эта новелла связана с именем нашего земляка, которому вот на днях исполнится 80 лет, бывшему губернатору Коузской области, сенатору многие годы, Сударенкову. Именно он предлагал это вот ввести в понятие, он отстаивал его. Вот, на мой взгляд, вот те смыслы, которые вкладываются в поправках, ну, один из основных смыслов, вот это социальная составляющая, и делает по-настоящему нашу Конституцию по-настоящему Конституцией социального государства. Тогда это понятие вот вставлялось, ну, как бы вот его ввели, но при этом не было акцента на такой социальную составляющуюся. Теперь это есть. Ну что ж, в финале нашей программы давайте воспользуемся, как говорится, моментом и поздравим наших телезрителей с наступающим Днем России. Поздравляю всех с наступающим Днем России и приглашаю в 12 часов дня вместе с нашими замечательными артистами, вместе с нашими соседями спеть гимн нашей страны, гимн России. С наступающим праздником вас! Геннадий Юрьевич, спасибо вам за такую интересную, увлекательную, влеченную беседу. Спасибо. Также с наступающим праздником. Спасибо большое. Напомню, что это была программа «Власть». Смотрите нас каждый вторник и четверг в 19.20. Всего доброго, не болейте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»